Ну, герой? Там какой-нибудь хотя бы Патмава, Эрочка, может, Лина? Тракса когда-нибудь ещё, как вариант. Тракса... Эта перестрелка будет длиться долго, мне кажется. Кунка, в принципе, тоже почему нет? Скорпион. Хотя нет, Скорпион с блинком. Ну и что у нас выпадет? О, Паки. Паки, это интересно. Ну... Конечно, дизайн пака. Как будто бумажка летает. Да. Черепашка-то получше, явно. Черепашка-футболист. Стик взял себе... Легалатс. Аварды взял себе... Черепок. Это не он у нас вчера на Тайтхантере в арте покупал? Вроде бы не он. Вроде бы не он. Вроде да, не он. Выиграл тот пацан, который покупал на Тайде. Не помню. Я тоже не помню. Вроде бы он проиграл. Вроде бы он проиграл. Вроде флаг на Тайтхантере был возле Т1 вышки и вроде бы он проиграл. Вроде бы он проиграл. Не помню, честно. Надо будет потом пересмотреть записями. Ну... Целесообразно будет покупать варды на Нирану, Пуджа и ВР. Вот на этих трёх. Может быть ещё и инволкер, да? Чтоб сам страйками пытаться заснать. А остальные... Ну, на кунку ещё как вариант может варды. Чтоб знать где и поймать. Ну, в принципе, да. Ну, с паком... Ну, хотя... Да, нет. У него всё равно медленно же летит первая, да? Намного медленнее, чем в Хоне, насколько я помню. Да, да. Гораздо медленнее. Так что, если даже он будет кидать с ХГ первую и... Ну, игрок просто увидит и... Уйдёт. Вард не нужен так сильно. Выложил зачем-то хилки он? Уйдёт их забирать или что? А, это он себе тащит ветки. Ой, кстати, интересное такое решение. Ну, на первых минутах да. А всё-таки зачем вард? Зачем вард именно вот на первой минуте? Непонятно. Потому что они же не дерутся. Я думаю, сколько минут теряет. Если будет какая-то там инициация, то будет после пятой где-то минуты. Когда уже будет на три вкачан там первый скил. Ну, по крипам... Сейчас он проигрывает, на самом деле, этот черепок. Отлично. Или иллюжий на риор. Оба. Ну, как-то он вообще крипов странно. Ну, явные крипы и не добивает. Вот. Иголаз просто контролит... Так. Тарба уже полетела. Как-то он зашифтил. Зашифтил, не зашифтил. Прямо история интересная была в одном компьютерном клубе, когда попросили парня, за паком, нажать на shift, и он начал на клавиатуре нажимать на shift. И с криками у меня ничего не получается. Ванен Крипт прокачал. Это Сайденс Ванен. Черепок по крипам как-то проседает сильно. Очень сильно проседает. Один крип он прям... сильно влияет. Очень сильно просел сейчас Черепок. Ну хороший контроль у игрока Сентинолов. Я просто бы сказал, что Черепок как-то что-ли не старается, вот опять... Да, он щипт как-то... Не зашло. Либо у него дилей там есть какой-то, хотя вряд ли. Нет, судя как он контролит крипов, просто он не доигрывает, потому что очень явных крипов он не пропускает. Торбами уже добивает. Причем бы и нет, он уже нафармил 800 голубей, что-то сейчас все покупает. Я бы купил пару новых талисманов. Сапог вроде купил. А, нет, да. Солдинг рецепт. И... Магик вент. Ну... Нет, ну Солдинг... Не, на пака. Почему? Зачем? Вот, вот хороший шифт. На шифте в арбу, тут опять арба. Нет, мне кажется, он просто не доигрывает. Может просто у него первая игра именно на паке. Он, может, никогда не играл. Не связывался с ним. Бывает и такое. Ну, вот. Пять из пяти не задожил вроде бы, а... Лигавас задожил один из одного. Два. Пять уже даже не стал шифтиться. Зачем? Ну, кстати, бесплатный шифт. А, там же он ману не съедает, да? Насколько по-моему. Да. И таггер ману не съедает. И поэтому пак просто бесит. О! Попытка не пытка, так сказать, но... Опять не получилось ничего. Не смог не уклониться вообще ни от одного орба. Ринг-оффлотэкшн приносит берега вас. Преимущество по хри-по, может, почти в четыре раза. По убитым. Это прям... Большое преимущество по голде. Да. 25, 15, 6, 2... Это очень сильно. Ну и по уровню тут уже шестой, он может влетать и ставить ульту. О, будет ли въезд? Почему нет? Маны может быть нет? 120. Да, нет, нет маны, Сауренька КД, там не хватило бы. Ну, а, вот сейчас нет. Хорошо сбивает себе он. Хорошо, точнее, сбивает оппоненту щилку. Вот реально, с таким медленным, блин, Ормом, почему он стоит, почему он не отходит? Может он думает, что у него рейндж огромный, что все равно заденет. Пошел опять, вот промазал. Вот раньше бы он так отходил. Ну, по артефактам гигантское преимущество, но я считаю, что куплено много нижних артефактов. Иголаса, Сауринг, Ring of Regeneration, то есть если он хочет Tranquil Boots, это неоправданное решение на самом деле. Базилка хороший артефакт, я бы больше нуликов покупал. Это 100 тысяч от укил. Маны надо, поэтому, как у нас Леголасовый, игрок, да? Если больше было бы мана, он мог бы уже влететь, ультануть и убить игрока. Вот, щит хороший был. Тут будет до ошибки, до потраченного неправильного орба. Игра, скорее всего. Я бы сейчас поставил на самом деле. А, маны нет. Вообще нет маны, нужно на регене побольше маны, перестань на время спамить этими кайлами. Даже, мне кажется, если бы он даже на базу сходил и тпшнулся, у него больше бы толка было, и мог бы сделать кил. Нет, маны реген у него хороший, просто надо перестать спамить кайлами хотя бы на минуту, чтобы отрегенилось. Ну, он все равно продолжает. Черепуха так с Вордума бегает, давно бы уже его поставил. А, там еще тот стоит, Вордума сейчас упадет. Саденс на 2 уже. О, не задолжил. А, Хедрос принес себе. Николас, этим интересно, что это мекро, пайп. Пайп нельзя. Мекро разрешено вроде, да? Не, мекро можно, да. Ну, это такое себе решение, опять же. Может, если он запушить хочет с меккой, то он сможет запушить с бодилкой, точно. Вот, хорошо, я бы сейчас въехал. У маны нет, тем более у Пака с коржей, почему бы и нет. А у этого 180 маны, ну, 170 было. Можно было въехать в Тайд Сайденс, прожать стик, положить ульту. Почему нет? Сейчас там ни стиков нет у коржей, ничего нет. Вот сейчас хороший, да, промазал. Ну, я, видимо, не в курсе, что игра Best of 1, о, Best of 3, точнее. Тоже боятся прям как-то синициировать столько моментов, что когда мог этот легалаз выиграть. Крипов тут же видел? Крипов тут же видел? Крипов, да, вообще. Он заденавил больше, чем черепок вообще всего. Похоже, на вчерашнюю игру, когда тоже играл по крипам. Рокет вроде, да, выиграл по крипам? Да. Ну, все-таки проиграл. Ну, тут такая доминация по крипам гигантская. Просто там сапог и стик, а там стик, соуринг. Ну, бесполезный артефакт, вот, хедреск, не знаю, зачем. Хотел регениться, но купил бы себе кольцо, сделал бы из него персик вместо соуринга, то есть и персик он 10 дэмэджа дает. Ну, и маны бы больше, да. Вот этой, конечно, активки от соуринга бы не было, но разве на так въезд? От черепка. А вот так он проиграет сейчас, у него штатов гораздо меньше, всего меньше сейчас. Да, просто вот так. Поздравляем Легаваса с первой победой. Он, да, он хотел собирать, кстати, себе Мекку, он принес ей Баклеру. Создавай сразу, начнем следующую. Так, создал? Нет, сейчас... Да. Черепок. Где черепок? Черепок, заходи. Так, пока реклама поищу. Ну... Все, начинаем. Во. Не знал, что Бестов 3. Не понимает люди, что такое Бестов 3. Не читает правила или не знаю. Кто не знает, но у нас у нас в зрителях Бестов 3, это до двух побед. Как только у какого-то игрока две победы, он побеждает. Все это на счет может быть 2-0, 0-2, либо... Ну, 1-1, тогда играется... И еще третья игра. Ну, 2-1, либо 1-2. Ну, и кто? Спирит брейкера. Спирит брейкера. Супси. Баратрума. Бадание. Тоже сейчас бадание долгое будет. Наверное, они не откажутся играть. Да, они отказались. Все, хорошо. Хотя, мне почему-то кажется, что игра, возможно, будет быстро, и уровень от их до 6-го, до 7-го. Там, на 6-ом уровне уже... Ну, с ультом, мне кажется, да. Он... Можно сделать ФБ. Топорик взял черепок. Вот это уже хорошо, а? Николас топорик решил не брать. Да, мы играем в Варкрафт. По закупу топорик, и там щиток, да. Стал челт. Кто только присоединился, не забываем подписываться на канал. Ссылка в Twitch.tv с товарищем Казатема, либо в чате там бот пишет. Можете прописать топик, и он покажет вам, куда можно подписываться, где проводятся розыгрыши. Можно же прописать топик. Один из Баратрумов скачал разбег, второй скачал баш. Тот, который качал баш, конечно, имеет сейчас преимущество, потому что эта пассивка дает еще дамедж. А разбегу, в общем, мне кажется, нет смысла вначале качать. Что он с этим разбегом собирается делать? Вот, решил похараситься с щитком легалаз. Наверное, заметил, что щитка нет, черепка. Да, пассивка у нас у легалаза, точно. Только что толкнул купа. И теперь он прокачал разгон. Толкнул, похарасить просто решил. Сейчас бас сработает. Вот, типа очень хорошо похарасил. Ну же я рано, на самом деле, разгон немножко. Мог еще пободаться с ним. Тут же разгон сразу, да, дается вроде? Ну да. Или он еще на месте стоит, разгоняется, как в МВ-2. Нет, 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 сразу, сразу. В МВ-2 он тоже на месте не стоит. А когда это было у него, что он на месте? Он раньше в первой доте стоял на месте, но это давно уже убрали. Сразу бежит. Он еще через текстуры же через все бежит тут. Вот сейчас бы затаранить под четырьмя крипами. Крэйтер баш левел 2, но это скорее всего, да. Ассасин. По крипам опять преимущество за Леголасы. Черепок. Один крип. Даже как по простой. Такое же начало. Базилка. Приехала. О, как хараси. Ну, крипов много, нельзя. Вот, значит, ответный сейчас в Даркнесс. Обратно. В целом, конечно, харасить удобнее гораздо. Скоржу. То есть, потому что щиток есть. Базилка есть. Плотнее гораздо. И он в ответ получает гораздо меньше, чем сам наносит врагу. Оба прокачателя разбег на 2. Курай-куру надо было заснайпить сразу. Да, он мог сделать разгон и забрать. Ассасин мой кумир. О, пошел. Работал на... Сейчас будет ответ, не скорее всего. Я думаю, он под тарг не полезет. Черепок добил только второго крипа. Да, ужасно. Ужасно. Почти четвёртая минута. Ну вот топорик было не совсем выгодно покупать. Нет, это выгодно, если бы он ещё взял щиток, например. Щиток нужен обязательно, в любом случае. Топорик ситуативно. Надо доносить было щиток уже себе давно. Не знаю, почему. Вообще, Пурман Шилд очень сильно родит в один на один. То есть, можно было бы и Пурман себе взять ещё. Даже на боготрон. Вот сейчас можно въехать. В черепка. Крит баш на три. Это у кого? Скорее всего, у легалата. Мне кажется, у обоих. Так вот, значит, пошёл чардж. Нейзерстрайк, понятно, ульта уже есть. Да, это будет фраг, я думаю, когда пульта справится, нет? Нет? Будет догонять? Да, сапог есть, будет догонять. Будет догонять, сапог есть. Надо крипов только обойти. Я думаю, что можно уже поздравить. Сусина. Хотя, сейчас какой-нибудь разбег. Крит мешает. Ну, обогнал. Нет, нет, выгонят, выгонят, выгонят. Да, это ещё и не запашил у него. Ну, НКГ, поздравляем Легалата с прохождением полуфинал. Это две выигранные катки подряд. Я бы сказал, что это было легко. Да. Ну, такое. Продолжение следует.